24 ребенка от 5 до 15 лет. 7 из них, несмотря на юный возраст, уже пострадали от обстрелов. На сборы во Владимир приехали гимнасты из Донецка. Тренер Евгений Быченков отмечает, украинская спортивная гимнастика во многом отличается от российской. В последней – более сложные элементы. Мы будем повышать свой технический уровень, смотреть, как тренируются гимнасты города Владимира, потому что это очень прославленная школа с очень долгой историей. Вот сколько чемпионов отсюда вышло, сколько интересных гимнастов. Поэтому нам интересно потренироваться, посмотреть на них, где-то себя показать, поучиться обязательно чему-то. Сейчас воспитанники Евгения переходят на российские стандарты. Гимнасты готовы показать новый уровень. Одна беда – зал в Донецке уступает местному, Владимирскому. Прямых обстрелов там не было, но осколки пробили стены и окна. Дети, во-первых, занятия не прекращали в нашей спортивной школе. Да, кто-то сидел дома где-то, отсиживался, а кто-то просто приходил, потому что боятся, что там дома боятся, что здесь дома боятся. В спортивной школе я имею в виду. Когда начинается обострение, конечно, да, это очень страшно. То есть можно попасть и под обстрел. А есть некоторые районы города Донецка, как бы окраины, что они просто, или пригороды города Донецка, что у них постоянно регулярно обстрелы. То есть они ни одного мерного дня не знают. Сейчас в Донецком зале сделан ремонт. Обновили минимальный комплект снарядов. Но прежнего уровня с ним не достичь. Между тем, у гимнаста Димы Литвиненко масштабные планы – стать олимпийским чемпионом. Мальчику 13. В гимнастику он попал в 6 лет. На первое занятие его привел отец. Предложил он мне из-за того, что он сам на него ходил, потом бросил и пожалел об этом. Пошел первый день, мне очень понравилось. Потом дальше больше часов, больше и больше. Тяжелее. Потом я не хотела ходить на тренировки. Потом начало все получаться у меня. Несколько лет назад отец мальчика погиб под очередным обстрелом. Тогда пострадал и Дима. Сейчас гимнастику он называет смыслом жизни. Мы про бомбежки забываем и тренируемся, несмотря ни на что. Это еще одна причина, почему детей на две недели привезли в Россию. Активные тренировки совмещают с прогулками по мирному городу. До своего отъезда дети бесплатно посетят каток на стадионе Лыбец и колесо обозрения «Небо-33». Мы ветераны боевых действий. Афганистан и Чечни знаем, что такое война. И когда узнали, что в нашу область приехали ребята, пострадавших очень много в этих событиях в Донецке, при введении боевых действий, мы решили помочь. С собой ребята увезут необходимые им учебники и книги, новую одежду. Все это собрали силами городской администрации, телекомпании «Губерния-33», боевого братства и самой спортшколы Владимира. Светлана Миронова, Евгения Волкова, Дмитрий Манапов, «Губерния-33».